Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу, как приготовить глазурь для куличей, которая не липнет и не крошится. Готовится она на желатине без яиц. Это идеальная замена классической белковой глазури. Она получается воздушной, белоснежной, глянцевой и не осыпается при нарезке. Рецепт очень простой и быстрый. Готовится эта глазурь буквально за 10 минут. Подготовим все необходимые ингредиенты. Первым делом замачиваем 6 граммов желатина. У меня листовой, я его замачиваю в большом объеме ледяной воды. Вместо листового желатина можно использовать порошковый или гранулированный в таком же количестве. Только для замачивания возьмите 36 граммов воды, залейте и оставьте до полного набухания. Учитывайте, что гранулированный желатин набухает дольше, чем листовой или порошковый, поэтому замочите его заранее. Когда желатин набух, готовим сахарный сироп. В ковшик наливаем 60 граммов воды, это 4 столовые ложки. Добавляем 1 чайную ложку лимонного сока. Можно использовать как искусственный, так и натуральный. И всыпаем 180 граммов сахара. Ставим на плиту на небольшой нагрев и помешивая добиваемся растворения большей части сахара. А затем прибавляем нагрев и доводим сироп до кипения и полного растворения кристаллов сахара. Можно прокипятить секунд 20, но варить этот сахарный сироп не нужно, иначе он станет концентрированным и глазурь будет очень быстро застывать. Как только сахар полностью растворился, снимаем ковшик с плиты. В горячий сироп сразу добавляем набухший и хорошо отжатой от воды желатин и перемешиваем. Если у вас порошковый или гранулированный желатин, то точно так же добавьте готовую желатиновую массу. Предварительно распускать ее не нужно. Сразу же горячий сироп начинаем взбивать миксером, постепенно наращивая скорость до максимальной. Сироп начнет увеличиваться в объеме, светлеть и постепенно густеть. Взбиваем до получения желаемой густоты. Чем дольше вы взбиваете, тем гуще становится глазурь. Но густеет она еще и за счет постепенного остывания. Если не дать глазури достаточно загустеть, то покрытие получится тонким, прозрачным и будет сильно стекать. У меня обычно на взбивание уходит около 5 минут до получения вот такой консистенции. Наносим эту глазурь на полностью остывшие куличи. Можно наносить при помощи ложки или лопатки. А если у куличей большая пышная шапочка, то можно просто окунать в емкость с глазурью. При желании можно сформировать подтеки. Глазурь достаточно послушная, но работать с ней нужно довольно быстро. Украшать посыпками и кондитерскими украшениями нужно сразу после нанесения глазури, иначе они могут просто не схватиться. Поэтому весь декор должен быть подготовлен заранее. Все должно быть под рукой. Спустя пару часов поверхность глазури уже совершенно не липнет. Но внутри она все еще мягкая. Чем толще слой, тем дольше будет сохнуть глазурь. Время полного застывания обычно 8-12 часов. Как видите, она совершенно не трескается и не осыпается при разрезании ножом. А по вкусу напоминает маршмеллоу. Такая глазурь хорошо подойдет не только для куличей, но и для другой сладкой выпечки. Такой вариант глазури без яиц будет находкой для тех, кто настороженно относится к сырым белкам. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Готовьте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. Поздравляю всех с наступающей светлой пасхой. До встречи в новом видео!